Вот вы мне просто скажите, допускайте мысль, что кому-то это может нравиться? Ну, мало ли кому что нравится. Я не спрашиваю, мало ли или более. Я говорю, вы допускаете мысль? Подождите, секунду, я за каждое свое слово отвечу на страшном суде. Поэтому моя задача не понравится всем, не понравится всем, а называть вещи своими именами. Вы допускаете, что кому-то это может нравиться? Ну и что? Кому-то нравится зло. Дальше что? Когда вы отождествляете женское обнаженное тело со злом, вы допускаете приговор, подписывайте приговор, потому что это начало жизни. И если вы знали, а вы знаете, а вы знаете, как в музее мира висят обнаженные тело, не надо сравнивать с музеями массовой порно, не надо. После твоей смерти ты все это поймешь, что больше всего. И такие ребята, как вы, сжигали на кострах таких женщин. Вот вы знаете, что... Я счастлив, что живу в 21-м берегу. Никит, присядь, пожалуйста, с ума. А вот знаете, что меня покоряет, что у вас, Кирилл, Никит, сейчас, секунду, Никит, Никит, вы знаете, что меня удивляет? Вы вроде нормальные мужики, и при этом вы сейчас... И мужики, и где мальчики больше нравятся? Слушай, если женское тело не нравится, в чем проблема? Слушай, остановите его! Слушай, там что-то неполежное. Слушай, может, не в порядке, может, от этого все ваши комплексы, ребят? Слушай, что? Никит, я не в порядке, я не в порядке, я не в порядке, я не в порядке, я не в порядке. Слушай, я трои, и все у меня нормально. Но в голове сколько-то хватит. И в наших семьях у нормальных мужиков по 8, по 10 детей, у меня все больше трое. Поэтому не надо, у нас все нормально. Вы, извините, чем занимаетесь сейчас? Спокойно, придурок. Пошел. А-а-а... Пойдем, пошли. Пойдем. Никит, Никита. Пойдем, пошли, пошли, разберемся с собой, православные. Ну, заступитесь за него, в конце концов. Ты меня сейчас послал? Заступитесь за него, мужчины. Ты послал меня или нет? Смотрите, как в ширке здесь идиоты. Ты меня послал, куда ты меня послал? Там есть дом охраны. Еще раз я тебе говорю. Нет, дело в том, что действительно, вы знаете, меня отрисло. Забыли про свои корни, забыли. Никита, давай присядь, пожалуйста. Ирина, скажите, пожалуйста, а вот такая реакция, я не знаю, она для вас ожидаема была? Ну, Елена абсолютно права, Россия имеет традиции очень консервативные. И первая, кто сломал эти традиции, по большому счету, это шоу-бизнес по телевидению. И второе, начал ломать интернет. Я против критики обнаженных женских и мужских тел в художественных произведениях. Кино вне цензуры. Вне законов? Вне закона, вне цензуры. Это произведение искусства, тогда Микеланджело давайте распинать, давайте все греческие скульптуры давайте уничтожать, сжигать и так далее. Нету критерий. Поэтому главное, главное, не ханжествовать и не доводить все до такой агрессии. Потому что эта агрессия дикая, она прежде всего обижает не тех, кто раздевается, это их проблема, хотите смотрите, хотите нет. Она вас всех показывает с очень недостойной стороны. Потому что агрессивный человек некрасивный человек.